Всем привет! В этом видео поговорим о том, что западные лидеры прилетели в Египет обсудить проблемы изменения климата. Президент Франции, прибыв в курортный город Шарм-эль-Шейх на климатический саммит, сразу же решил взять бразды правления в свои руки и призвал других государства поддержать идею о том, что неевропейские богатые страны обязаны профинансировать дорогостоящие проекты в бедных странах, которые позволят миру добиться необходимых параметров климата. Климатический саммит, а точнее международную конференцию по климату проводит ООН. Западные ученые политики последние 20 лет обеспокоены надуманной проблемой потепления на планете. Согласно последним данным европейских ученых, за последние 30 лет среди температур на поверхности Земли выросло на 1,15 градуса Цельсия. По заверениям американских и европейских специалистов по изучению проблем природы и окружающей среды, указанная тенденция угрожает нашей планете и может привести к сокращению биологического разнообразия. США и ЕС считают, что если прямо сейчас не сократить потребление углеводородов, то к 2100 году средняя температура на нашей планете вырастет еще на 1,5 градуса Цельсия. Это может привести к таянию ледников, подъему уровня Мирового океана, затоплению территорий на всех континентах. По предложению Макрона, европейские страны необходимо освободить от выполнения финансовых обязательств, данных ЭМИ в 2009 году. В 2009 году Евросоюз пообещал выделить 100 миллиардов евро бедным странам на реализацию крупных проектов в области зеленой энергетики. Однако обещания остались нереализованными до сих пор. Возвращаться к данным ранее обещания не время. Евросоюз, по словам Макрона, оказался не по своей вине в тяжелой экономической ситуации, поэтому страны ЕС необходимо освободить от финансовых затрат, переложив их на плечи богатых неевропейских стран. Макрон предложил большую часть затрат на развитие зеленой энергетики в странах Африки, Латинской Америки и Азии возложить на США и Китай. Названные страны, заманчивая предложение Макрона, проигнорировали. США его никак не прокомментировали, а Китай вовсе не направил своего представителя на климатический саммит. Не поехал на саммит, к слову, и представитель Индии. Отмечу, что Россия направила в Египет правительственную делегацию из 19 человек. Наши представители намерены поднять вопросы, связанные с выводом низкоулеродных технологий из-под действий западных санкций.